Ну и давайте теперь рассмотрим вехи альпинизма. Они очень интересны. Его даты. Значит, появление за 2-3 года до Великой Французской революции. Далее. В 21-м году была предпринята первая попытка восхождения на Эверест. Хиллари. Нет, Хиллари Первый залез. Не помню. Мы не знаем. Ну что ж такое. Хорошо, Декарт-1 и Декарт-2. Они залезли. Не, не залезли. А, Мэллори. Вот. Джордж Мэллори. Англичанин. Он предпринял первую попытку восхождения на Эверест в 21-м году. При этой попытке он потерял 7 шерпов. Насмарть убились. Сам он вернулся. 3 года переживал. Предпринял, значит, вояж в Америку. Там выступил в географическом обществе в Нью-Йорке. И на вопрос журналистов. А что вы, собственно... Зачем вам нужен Эверест? Вернее, зачем вы... Почему вы стремитесь на Эверест? Почему вы стремитесь его покорить? И здесь ответ Мэллори был онтологический. Он ответил, потому что он существует. То есть это единственная причина для его покорения. То есть Леха Закон, так же, как и Мэллори, в них им двигал пафос, онтологический пафос. Все-таки в 24-м году, как будто бы, Мэллори удалось, по некоторым данным, достичь вершины Эвереста. Но, по крайней мере, в последний раз его увидели с подзорной трубой в 300 метрах от вершины. Потом он потерялся, и нашли его труб в 96-м году. Далее прошло 30 лет, и в 53-м году пчеловод из Новой Зеландии, Хиллари, все-таки забрался на Эверест. Что? Два человека забрались. Да, и Шерп. Шерп всегда забывают. И покорителем считается, по крайней мере, у европейцев. Да, Хиллари. Но они, кстати, с Шерпом договорились никогда никому не говорить, кто... Кто зашел первым. Кто зашел первым, да. И они до конца это сохраняли в тайне, и никто так до сих пор не знает, кто первым оказался на вершине. Вот. Теперь, значит, Эверест — это высочайшая вершина мира. 53-й, 54-й, по-моему, 53-й или 54-й год. Это, по-моему, 53-й, по-моему, 10-го мая. То ли 10-го, то ли 11-го. Вот. Сейчас годовщина. И после этого там Анапурна осталась непокоренная. Всего на него взошло это самый неприступный пик в горной этой цепи Гималавиев. Туда взошло всего 19 человек, по-моему. Это К2, который заменит? А? К2, который? К2. К2 и Тургая, да? Ну, Анапурна считается самой, это... Трудно... Трудная недоступность. Да, самой недоступной вершины. Вот когда на нее забирался наш альпинист, вот у нас их был, значит, Булыберзин у нас достиг Эвереста, ему, может, Ленина за это дали. Советское государство рассматривало покорение Эвереста как задачу. А решение этой задачи расценило как подвиг. Снарядило экспедицию и Булыберзин там в компании тоже русских покорил все-таки Эверест. Это было, по-моему, в 84-м году, уже на излете СССР. А на Анапурне погиб Букреев. Значит, чем он известен? Он относится тоже к очень серьезной вехе в покорении... в экспансии вверх по координате Z. Как-то, если, значит, альпинизм возник за три года до Великой Французской революции и на следующий год после развала СССР в 92-м году была создана первая коммерческая компания, вернее, первая компания, предлагавшая услуги по коммерческому восхождению. Она называлась «Консультанты по приключениям». В России? Не, не в России, в мире. Вот. Они предлагали за деньги поднять любого человека на гору. И в 96-м году еще одна компания появилась под названием «Горное безумие». и вот эти обе компании в 96-м году тоже в мае в составе общая их численность была 33 человека было осуществлено первое коммерческое восхождение на ЕРЭС. Так как их было там 33 человека и все одновременно восходили, восхождение это очень сильно затянулось. Там у них мертвое время это 13.00. После 13.00 доказано с ЕРЭС спуститься уже невозможно. А они начали спускаться ну а к 13.00 там поднялась только часть группы. Причем там люди башляли нормально там 65 тысяч долларов стоила путевка на ЕРЭС. Ну там по сути богатенькие всякие жлобы, топ-менеджеры, там японцы были, европейцы были, американский журналист был и наш Букреев. Он работал в горном безумии у Фишера. Значит, благодаря упорству этого Фишера, это было первое вообще коммерческое восхождение на ЕРЭС, это было очень важно как для одной компании, так и для другой. Они решили, не достигнув, не довезя полностью группы до вершины 13.00, они решили все-таки поднять всех. И восхождение всех состоялось уже в пятом часу. И когда они стали спускаться, помимо того, что и так поздно, еще и погода ухудшилась. Ну и в результате семь трупов. Наш Булайбердин спас троих, причем в одиночку. Ну от него просто какая-то американская там дама богатая потребовала спасать. Ну он пошел и троих на себе притащил. В общем, все это восхождение запомнилось катастрофой гигантской. Но оно очень быстро забылось. И начиная с 96-го года началась эпоха коммерческих восхождений. К настоящему моменту парализованный дедушка с бабушкой и с комнатной собачкой заплатив деньги могут оказаться на Евересте. И сейчас как раз в этом году таких набралось очень много. И сейчас погибло уже около 15 человек в этом году. Уже в этом году? Уже в этом году. А там восхождение только май. Все. Почему? А с июня начинаются мусоны. и там выпадает огромное количество снега и там лавины не пройти. Вот. Таким образом значит веки. Значит с 21-го года первая попытка восхождения до 92-го года. Первый год 21-й год это попытка восхождения на Верест. 92-й год это первая коммерческая организация первой коммерческой компании по покорению вершин. В этот промежуток уместился как фашизм так и коммунизм. Здесь они состоялись. Значит в России коммунизм состоялся, в Германии фашизм. Ну как лидеры и того и другого направления. Ну и 92-го году все это кончилось. И что характерно значит вообще в принципе можно считать старт эпохи коммерческих восхождений и чуть-чуть позже по-моему с 96-го года начались коммерческие запуски космических туристов. Там первым был Денис Титто потом Марк Шаттлворд основатель этой Убунты кстати говоря они по 20 миллионов долларов платили и их поднимали. Если альпинисты все еще продолжают предлагать услуги по коммерческим восхождениям то в НАСА и в Роскосмосе наконец-то осознали какое безумие они совершают. То есть превратив покорение пространства на алтарь которого принесены гигантские жертвы в коммерческое предприятие они перечеркивали все жертвы которые были на путях экспансии в пространстве и превратили это попросту в акцион ну и по всей видимости НАСА оно сразу было против этих коммерческих запусков скорее всего именно такие доводы они привели для того чтобы Роскосмос прекратил коммерческие запуски вот и вот что значит и таким образом можно предположить что вернее я предлагаю признать 1992 год годом окончания альпинизма ну поскольку началась коммерция аттракцион и что характерно это сразу на следующий год после краха СССР вот здесь симметричные даты значит если начало альпинизма это за три года до Великой Французской революции ну собственно это запуск уже такого интенсивного модерна и 92 год вместе с крахом СССР начавшаяся эпоха коммерческих восхождений по всей видимости ставит пределы не пределы а это граничная дата модерна ну после этого ну по крайней мере уже сбила Клинтона с 96 года уже постмодерн стал политическим вот вот такие и теперь поскольку экспансия у нас вся полностью закончена если к Великой Французской революции были покорены покорена плоскость x y к 92 году были покорены была покорена и пространственная координата z дальше нам развиваться некуда нам нужна новая онтология вот на этом все и потом подводу ну подводу опустили же марианскую фазину куда еще там никаких коммерческих запусков не произошло когда в 60-х годах последний раз запустились то и поры никого нет там вот уже 50 лет ну спускался ну спускался к титанику кэмерону титаник это фигня это 2,5-3 километра 4 ну 4 но все фигня по своему соединению у нас и Путин спускался нельзя сказать что Путин проглосил на Байкале посмотреть и пока мы чай пили Игорь высказал очень добрые слова в адрес Лехи Закона по фамилии Глухов ну вот я хотел попросить Игорь я уже забыл что я сказал давайте пока мы с этим реально поработаем потому что насколько эта ситуация случайна или не случайна именно с альпинизмом потому что у нас есть же другие способы покорения мира например например северного полюса ну все это начало да например северного полюса это начало дети инвалиды недавно сходили на северный полюс коммерческие коммерческие в начале 20 века никакая не французская эволюция это давалось большим трудом большим человеческими жертвами помню как экспедицию набились ну мне кажется вопрос прост ну вот извините но почему определенные любое исследование сначала энтузиасты пока оно опасно уменьшается опасность снижается себестоимость и запускается коммерческая вот надо количество трупов на коммерческих восхождениях умопопровочительное ну понятно сейчас подножие эвереста собираются сотни жлобов сотни жлобов которые хотят плюнуть с эвереста вот так вот популярное было это забраться на эфелеву башню и тут плюнуть на париж вот и здесь примерно то же самое куча жлобов сейчас уже 70 тысяч долларов это стоит они платят эти свои бабки и требуют от фирмы организатора поднять себя высокоценного там даже значит есть фильм на ютубе про восхождение без нового альпиниста нет мне хочется заметить что на самом деле какая здесь схема правильная либо в альпинизме есть нечто мистическое либо есть то о чем говорит Василий что просто технологии растут что у нас в начале 20 века на северный полюс было почти не добраться сейчас 20 тысяч долларов платишь тебя садят на российский летокол коровит со всеми удобствами ты за 2-3 километра на северного полюса выкидывают налет доходишь туда походишь в круг это же туризм а не экспансия это туризм да это туризм как и вот это точно проекто статусферного корабля который всего за 10 тысяч баксов плавание вокруг света кто-то дальше жуткий экстрим переплыть от Англии скажем до Америки это же был дикий экстрим а теперь ребята ходят на своих частных яхтах захотели переплыли то есть или на теплоход погрузился да или на теплоход либо вот эта ситуация она вам как в обычном хуизе даже по карибскому бассейну погрузился и катался есть ли в этом какой-то мистический смысл о чем нам говорит Евгений или какой-то особый правосвестник модернизм и постмодернизм не но здесь еще можно добавить здесь упущено если туризм экспансия в пространстве вши вот сейчас предлагается к рассмотрению я еще предлагаю рассмотреть экспансию вглубь пространства то есть то есть науку не является ли появление ну все вглубь и вглубь не является ли открытие все новых и новых элементарных частиц то есть материя без конца все делится и делится и уже количество элементарных частиц насколько я знаю может быть ошибаюсь превысило количество элементов в таблице Менделеева то есть не достигли мы предела то есть дальше уже вглубь пространства двигаться бессмысленно только очень интересно что предел как бы физики по большому счету наступил на 20 века открытый батон нейтрон электрон где-то в середине там еще были смионом с нейтрином были разборные но 53-й год это как раз покорение юреста ну признанное нет, ну 20-30-е годы вот электронам больше 100 лет уже неделимая частица ну скажем тупик в науке все-таки 50-е-60-е годы когда было ясно что вот уже дальше некуда ничего нового не появилось мы даже Нобелевский даем за достижение в 60-х годах нет, ну вот это вопрос что здесь вот есть какой-то какой-то реальный философский смысл или есть просто совершенствование человеческой технологии ну типа того что когда-то обычный телефон был недоступен никому даже китайскому императору теперь необычный телефон а с которым каждый пользуется каждый ну а здесь смысл наверное все-таки не мистический вопрос что действительно экспансия вот в эту область она закончилась с другой стороны мы опять видим еще очень интересную вещь которая происходит у нас с 70-х годов это смотрящие космические исследования все нарастало нарастало может быть люди забыли но первый массоход на Марсе был в 1971 году российский он там так переходил у него было всего два тачка и все теперь Россия окончательно покинула здесь стоит заметить что Декарт с Ньютоном помимо прочего помимо того что они определили существующими только вещи протяженные и о их вместилище определили пространство они еще и декларировали однородность этого пространства то есть свойства пространства и вещей протяженных в окрестностях Земли в околоземном пространстве оно такое же примерно как у если они есть как у спутников там Сириуса допустим то есть туда смысла особого и нет улететь это важно если пространство однородное если его свойства везде однородное но мы побывали мы испытали невесомость все зачем нам дальше куда-то переться ну казалось бы да то есть речь идет о том что околоземное пространство и спутники уходя в космос мы возвращаемся веках мы все во времени назад но это если мы со скоростью больше скорости добавить что когда мы говорим вообще пространственной экспансии то и мы ввиду границы не один ну в предкранице я хочу сказать границы и один из типов границ это линия фронта вот как таковая линия фронта тоже потерял смысл всякий то есть вот эта война которому бандитская это тоже какая-то же внепространственная война там не важно занятый город такой эскорт но я говорю что сейчас целью войны не является захватом территория не имеет никакого значения то есть экспансия в пространстве тогда тоже признан что она не имеет никакого смысла экспансия военная в пространстве тоже потеряла всякий смысл то есть раньше было это основное то есть главное именно экспансия внутренней войны да и сама суть войны была вот была граница между двумя армиями и они стоят друг против друга и спокойных сейчас нет все где граница между армией нет нет ну зато вот Россия сейчас реализовала экспансию присоединив Крым то есть реализовала вернее вернув Крым по понятия прошлого тем не менее Россия это серьезно а мы остались сзади ну а с какой радостью это занялся а 10 лет назад так Америка присоединила по 3 или 5 сколько не 80-е годы по-моему в 51-м штат ну в данном случае это так присоединение он как бы воспринимается действительно как архалика какая-то то есть это не есть то что нормально было завоевание одной стороной другой в прошлом веке позапрошенном веке то это сейчас как-то даже странно может быть поэтому запад так и реагирует что извините мы уже живем в другом времени а вы все еще оперируете то есть сознание легких законов и герентов со знанием продвинутых интеллектуалов Парижа вот так вот можно сказать в полке там надо отдельно разбираться просто вот эта ситуация она такова что она обозначает крах старой антологии и появление новой антологии не не появление запрос 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 у него не то что запрос на новую антологию у него просто это протест архаическая часть общества даже нет не декабрьской против нынешнего положения дел казалось архаические мировоззрения противставала могло и 50 и 100 лет и 200 лет назад еще один момент краха границ это что у него попытка признать не действительным несуществующим декартовскими то есть декартовской антологии я считаю именно так да это утверждаю несуществующим но тогда это мне вес отказа от декарта да но он какой позитивный или отрицательный позитивный это означает что есть запрос на новую антологию а отрицательный это то что означает попытка критики декартовской антологии с позиции до декартовского сознания вполне возможно надо же субкультуру уголовников российскую субкультуру уголовникам подробно же надо ее исследовать, она очень специфическая, вполне возможно, что она живет в другой антологической парадигме, никто его знает. Никто же ее не исследовал на этот вопрос. У нас в ПИИ, помимо неоднократно судимого Лехи Закона по фамилии Глухов, есть институт Гуина, всероссийский, федеральный. Вот там, по-моему, 9 или 10 этажей, в каких-то отделах определяют размеры пайки, в каких-то формат шконок, где-то количество колючей проволоки. Вот у нас как раз в ПИИ ученые Гуина. Это понятно, она просто интересна. У меня есть знакомые. А дело антологии там есть в этом? У них есть Гуина. У них есть антологии с целью этого мира убывать, их профессиональные преступления. Да, ученые пишут диссертации с грифом для служебного пользования, и в открытом доступе их нет. Я просто интересовался этим. Но это возможно. Я, собственно, вот как мы должны были в прошлый раз... Но антология явно не пространственная. Еще до интернета все связи между зонами были прямыми практически, независимо где и как. То есть это не то, что там... Малявы, так называемые, да. То есть там сроки, конечно, не такие, как... Человек сейчас должен приходить в камеру, он должен был назвать себя и назвать, да, я так слышал, да. Назвать себя и назвать, что с ним происходило. Он не имел права солгать. Потому что все равно все выходило очень быстро на свет. Да, именно так. То есть, по крайней мере, Гуинам, институтам Гуинина, все это исследуется. Субкультура. Ну, с точки зрения, с точки зрения, либо антологии, в общем-то дело. Можно татуировки исследовать их просто. Это тоже интересно, увлекательное занятие. Тут есть, что исследовать. Ну, косиницировать. Да, есть, что исследовать, по большому счету. Но книжки есть. Да, но каталогия не имеет никакого отношения. Ну, может быть, как-то можно прицепить за уши, но... Прямо, конечно, нет. Потому что вот интересно, если мне интересно посмотреть, что... Если в российском обществе лекартовская антология носит фрактальный характер. То есть, модернизация в нем, может быть, никогда не произошла. То есть, масса в Западном произошла, там, стопроцентная модернизация. Но осылит только модернизация. Да, а у нас здесь фрактальный характер. Вот тут у человека есть, а рядом с ним живут два человека, которому он здоровается даже каждый день. У них антология долгая. Фрактальный – это вот всюду плотное множество такое, как бы, получается. Всюду плотное. В каждой точке зрения. И получается, что человек, может быть, ну, как христианин, его научили, что такое гайка, да, архаического груза. Он научил правильные слова говорить, но, по сути, он человек принципиально другой культуры. И, может быть, это действительно декартовская антология в России, как в заповеднике, она в некой сокрытой форме все время существовала. Это может быть даже, кстати, не обязательно плохо, это могло быть как раз ресурсом развития, как ни странно. Нет, но учитывая то, что исчерпан простор, заданный Декартом, это можно утверждать, что это даже очень хорошо. Поскольку простора, если простора больше нету, то нам в этой парадигме и развиваться, смысла нету ставить такую задачу развиваться в парадигме модерна. Ну, и модерн, и декартовая антология, это, по сути, одно и то же. Вот, и вот тут как раз становится актуальной запрос на новую антологию. Вот Игорю задавал вчера вопрос, сколько вообще существует антологии. Вот я его перечислил, всего лишь пять. Значит, первое – это Платон, ему противостоит Демокрит. Их, ну, если не примеряют, то, по крайней мере, синтезирует Аристотель. Следующий – Декарт. Ну, и пятый, известный мне антолог, вот сидит справа от меня, это Александр Булгачев. И я пытался найти классификацию антологии, так и не нашел. Было бы интересно знать, сколько всего этих антологий существует. Ну, верно ли я… Надо очень интересно постараться понять. Понять. Да, предлагается такой еще, немного переследили, предлагается такой вопрос для человека, а есть ли у него антология? Спрашивают, а боится ли он умереть? Если он боится, то у него антологии нет. Если он не боится, то у него есть антология. Такой тест предлагает Переследин с переслединской антологией. То есть, какая у него антология? Ну, непонятно. Понятно, да, о чем я? Ну, это антология такая. Ну, вот это я просто рассказываю. У них просто есть такой семинар, они его ведут время от времени, называется «Онтологические верста». Где они для каждого человека, они из подручного материала собираются… Антология для человека не может быть. Личную антологию для него делают. Вот это я считаю. Здесь в чем разница? Это про то, что антологию ребята считают, что их гораздо больше. Антология – это не для конкретного человека. Как это связано с тем, если человек умереть или нет? Ну, как-то связано, да. Но антология – это то, что есть по-сущему. Если у тебя, судя по всему, есть то, что есть поистине, есть по-настоящему, то твоя жизнь по-настоящему, она для самой себя жить и умереть – это не важно. Потому что, как бы, бытие другого. Ну, я просто перевожу, я не знаю, может они как-то сформируют это по-другому. Ну, вот и Мелори и Хиллари реализовывали свою сущность, экспансию с риском для жизни. Да. Мелори погиб. То есть, люди жертвовали, сначала они снаряжали экспедицию крайне дорогостоящую, а потом они попросту на склоне умирали. Конечно, конечно. Там не было никакой выгоды. Я, собственно, поэтому, когда еще немного раз слышал утверждение, что там война в Сирии кому-то выгодна экономически. Это как раз и показатель онтологии. То есть, существует только то, что выгодно. Я нахожу предположение о том, что корни происходящего экономические, по преобладающей степени, как раз проявлением уже уходящей онтологии. И то, что сейчас происходит, надо оценивать не с точки зрения баланса потери приобретений, прежде всего денежных. То, что происходит, имеет какие-то другие корни. Ну и, собственно, и корни эти, они в исчерпанности пространства. Простор весь исчерпан, но он достиг своих границ. Все. Человеку нужна новая онтология. И причем, вот что интересно, если, тоже забыл об этом сказать, если Декарт, вот если возник запрос на новую онтологию, то есть какая она может быть? То есть, вот она, Декартов, среди сущих, новая онтология будет вот такая, ну то есть, в чем-то пересекаться, или она вообще уйдет вот сюда? Или, возможно, она будет полностью включать реальность, но расширится. И, кстати, вот вполне возможно, что причина краха СССР в чем состоит? Что у СССР было все ограничено вещами протяженными. То есть, политбюро знало, что у них много вещей протяженных. Ракета Сатана, 50 тысяч танков, склады, набитые оружием. Вот. Если мы ограничиваем существующие только вещами протяженными, то политбюро себя чувствовало в полной безопасности. Потому что какие все, какие только возможные вещи протяженные у СССР были. Вот. И не является ли поражением СССР причиной, не является ли причиной поражения СССР более узкая онтология, чем у европейцев и американцев. Вот. Причем тут явно европейская и американская, ну, англосаксонская онтология, она же Бога, по крайней мере, не исключала. Ну, а Бог, Он в несущих. То есть, он одновременно, вот, ну, я бы тоже рисовал. Ну, это же нельзя. Ты хочешь сказать, что все это существуют еще какие-то онтологии? Помимо Декантовской. Это, пожалуйста. Нет, ну, здесь в данном случае, это не разновидности. Нет, я со словом еще, значит, ну, Декантову, хоть и декларировал. То есть, вы понимаете, что, как бы, Декантовская онтология, она одна для всех, для всеобщества модерна? Ну, а мы и не являемся, Россия не является обществом модерна. Сейчас. Да и никогда, наверное, не являлась. Ну, надо разбираться, может, и являлась. Ну, тогда нельзя говорить, чтобы были ограничены. Я-то как раз 10 минут назад говорил, что, может, она просто так и не доросла до модерна вообще. Здесь может воспринимать границу Советского Союза не как границу нас от них, а их от нас. Это их граница, их модерн, их пространство оторвало некоторую часть, которая не вписывалась в онтологию. Вот можно так определять. Нет, ну, казалось бы, все-таки, вот то, что строили большевики, коммунисты, это была классическая Декантовская онтология, они строили классическое общество модерна. Другое дело, что не удалось это сделать по каким-то причинам. Ну, вот можно предположить, что онтология социума СССР, то есть разделяемого всеми, была ограничена только вещами протяжёнными, и они все были. А у англсаксов, несмотря на то, что Декарт вот так сильно ограничил самару... А можно сказать, что он так существует, можно сказать... Я воевал вообще ни за какие незапротяжённые вещи. Прямо можно наоборот сказать. Я воевал ни за протяжённые вещи вообще. Женя, можно сказать... За идею, за чистую. Да. Можно сказать прямо наоборот, что... Почему Советский Союз развалился? Потому что отсутствовала возможность накопления вещей. Не было ни джинсов «Евайс», ни 300 сортов колбасы, ничего прочего. Да, возможно. И они все... Противоборство двух антологий, может быть, да? Менее устойчивое, а более широкое. Просто она оказалась... Может быть, Советский Союз именно потому что разводился, что он оказался несостоятельным в декартовской антологии. Вот нужно было 300 колбасы. Потому что 300 сортов колбасы нужен. А потому что это вот такое накопление вот этих вещей... Экспальция, да. Экспальция, она должна происходить. Она не происходила. Советскому человеку было отказано, им какую-то там духовную хрень предлагали вместо этого. Откровенную. У него был один сорт колбасы или два, и то далеко не всегда, ни во всех городах. Образно, да. Да. У него были только... Он мечтал о накоплении всего мира, а у него были зеленые помидоры в трехлитровой банке. Это все, что ему было доступно. Которые были везде. Вот это такая вот ситуация. То есть как раз пытались-пытались и не добрались. У нас же счастливое поколение, потому что поколение русских, у которых его мечты в 70-х годах сбылись. Вот и не 300 по сортовкам басы. Они есть. Я помню свои мечты там 86-85 года. Они сбылись. Потеряли в воде. Они сбылись. Но они сбылись. И поэтому люди стали неподлижны. У них все случилось, им дальше двигаться не надо. Поэтому они стали... Поэтому они стали... Я не знаю, кто из жила 300 сортов колбасы. Но я хотел джинсы, кроссовки Reebok и мотоцикл Харлей. А, ну, кстати, я его так у меня и не получился. Ну, это уже неважно стало. Это уже неважно стало, да. Вопрос всегда идет, наоборот, о том, сколько люди могут терпеть, да, и какие-то там трудности, да, и ради какой-то цели идеи. Ну, революцию делали, тоже жили. И голод было там, и все, что было. И люди с энтузиазмом воспринимали реальность. Даже если эта реальность была ужасной. Но потом, почему-то со временем, да, когда не улучшалось состояние людей, люди перестали верить в эти самые идеи, ради которых умирали. Вообще, ваш разговор, это просто какая-то... Ну, я не знаю. Вообще никакого отношения не имеет к тому, о чем вы говорите. То есть никакой феноменологии не имеет. Это чисто ваше какое-то между собой еще придумали, какое-то пространство, и что-то как-то там вокруг него едет. Ну, вроде всего. Если вы уже говорите, как минимум пять человек понимают... И номинологии нет. Влад, хватит меня. Как минимум пять человек понимают... Потому что вот это вот... Я бы сказал, что Декарт, на самом деле, это как раз первый философ, который разделил пространственно и мысленно. До него, возможно, еще схоластики, да, постоянно путались. Вот помните беседы, там, экспорт-схоластство о универсале? Что такое универсале? Это существующее нечто, да, так сказать, в пространстве? Или это только мыслимое? И вот Декарт первый сказал, что мыслимое мыслимо, а пространственное пространство. То есть он разделил. Поэтому говорит о том, что мыслимо вообще исчезло из горизонта. Стало столько пространственно отшит. Поэтому я не знаю, это какой-то... Как раз если опираться на то, что вот как бы... Полмонта сущих сущих. Разделились две сферы. И можно было спокойно пространственно изучать, не затрагивая мыслимо вот эту область. То есть куда включался там, в частности, Бог, и всё там, всё как бы... Всё ценное, святое, там, и священное, и прочее. То есть когда пространство стало, как он говорит, не святым, когда его можно было изучать. Как-то так, может быть, можно было рассуждать. Но, как бы, утеряв один конец, как бы, весь мир превратится непонятно во что. Потому что, действительно, всей эволюции, всё, ради чего живёт человек, он не живёт ради хлеба насущного. Это ещё с незапометных времён известно, да? Не ради каких-то пространственных вещей. Нет, ну декларируется же, что надо быть здоровым, для того, чтобы зарабатывать многое. Да, люди готовы умирать за идеи. Почему здесь быть здоровым? Здоровым это вообще в тайге. Это же идёт не о том, что люди готовы умирать за идеи. Ведь то же самое рассуждение с Женей проходит относительно вещей мыслящей. Ведь, опять, декартовская антология, она сейчас состоит. У тебя весь мир, вот этот стол, эта книжка, они целиком собой были существующими. Целиком. Микрофон, которого тогда не было, он целиком существовал. Суть бытия состояла целиком в этой самой вещи. Что делал декарт? Он выделил в этих вещах, которые есть, в корне квадратном из двух и в столе, некоторую часть. И она оказалась только ответственна за бытие. Забытие стола. Забытие маленьких кусочек являлся ничем не менее как пространство. А в корне из двух это маленький кусочек всего лишь являлся вещью мыслящей. И вот мы про весь мысль сейчас забыли, я просто не могу работать, потому что вполне возможно с этим можно разработать. И выяснилось, что вот этот кусочек, то есть простое, самое смешное, что однородное пространство. Однородное оно. Оно у стола, у стула, у кого-то ещё. Однородное пространство. Да. Оно пространство Аристотеля. Да. Вот оно, вот это самое однородное пространство, оно приватилось именно в то, что есть, что оно и представляет себе бытие. То, что есть на самом деле. В столе элемент бытия, его протяженность. Не, ну у греков то, что переводится как материя хора, это и было пространством. И как раз топика Платона предполагала отрицание этого, как у нас переводят материя, а вообще, на самом деле, Платон-то отрицал пространство. Ну, в греческом языке, если. Платон признавал пространство несуществующим. Он вовсе не материю. Хора – это пространство. Вот. Поэтому, если оно не существует, вот для Платона оно не существует, то точно так же можно, точно так же и однородность этого пространства, оно так же не существует. И поэтому и несущественно. Вот и все. И поэтому апеллировать к тому, что у греков было представление о пространстве однородном, но оно было о пространстве отсутствующем, не наделенным полнотой бытия. Для нас это пространство и вещи протяженные, вмещающиеся в это пространство, они наделены полнотой бытия. Вот разница между нами, нашим представлением о пространстве, и представлением о пространстве греков. – Не, я бы сказал, что у греков… – Ну, это мое возражение. – Не, я бы сказал, что у греков, действительно, если вдуматься, как у Аристотеля устроен космос, то у него пространство не однородное. У него вообще там пространство заканчивается, космос как бы заканчивается, и дальше уже ничего нет. Но недвижимый двигатель у него, и вещи, которые стремятся… – Не важно… – Как это устроено там далеко у Сириуса? Это неважно. Это важно понимать, что за бытие в столе отвечает всего лишь один маленький срез, один его кусочек, одна его часть – пространственность, за бытие. А не все оно целиком. – Да это неправильная интерпретация какая-то. Нельзя говорить, что пространство – это и есть бытие. – Да-да-да. – Пространство – это точно такая же сущность, как и все остальное. Какие красные… – Ну вот не так. – Ну как не так? Пространство – это некая характеристика? Сущность? – Нет. – Как? – Декарта постоянно эту вещь говорит, что пространство – это не то же самое, что свойства вещи. Вещи бывают красные, вонючие… – Нет, вещи бывают какое угодно. – А пространство – это другое. Пространство с точки зрения Декарта, почему то, что есть в сущности, когда мы мыслим пространство с точки зрения Декарта, мы одновременно понимаем, что оно не может не существовать. А то, что это есть как бы предметность предмета. Предмет бывает красным, синим каким-то еще, и бывает предмет как таковой. Его предметность. Вот это и есть пространство. – Но этого тоже мало. Здесь еще стоит заметить вот что. Движение в клуб пространства, то есть наука, в моем определении, может быть, я нигде не читал, но пытался найти… Кстати, что интересно, я пытался найти, есть в интернете, в русскоязычном, по крайней мере, на сочетание слов «альпинизм» и «Декарт», и выпадала фирма «Декарт», которая занимается альпинизмом. Ну вот, что примечательно. Вот. Там знали об этом люди, не знали, но тем не менее, вот так вот. Каждый может… – А был еще парень, которого звали Декарт, очень известный, который отлавил космических преступников андроидов. Бегущий, привезли бритвы, потому что там главный герой взял… – Декарт, да? – Декарт, да? – Вот, и что интересно… – А переводил как «Декарт», он Декарт, на самом деле. – Вот, и что еще интересно, значит, для того, чтобы вещь существовала раньше, должно было быть согласие нескольких человек, которые ее описывают, и если она описывалась одинаково всеми, то ее существование признавалось объективным. Декарт предложил не доверять человеку, а доверять прибору измерительному. То есть он даже отнял не у одного единственного человека право на корректность восприятия, но и у группы людей, которые, согласившись, придя, вернее, к согласию относительно описываемого ими воспринимаемого объекта, он все равно не признавал достаточность, и это достаточным основанием для признания вещи существующей. Вот. Декарт требовал все это отдать измерительному прибору. – Ну, это не принципиально, потому что прибор все равно нескольких человек. – Не, ну как это? Недоверие даже человеку. Человеку – это раз. А тут даже группе людей не доверяют. Только прибор. Причем прибор – это тоже вещь протяженная. Данные которого должны удостоять, так сказать, и договориться несколько человек. Все равно это идет к людям. Приборы перед нескольким человеком значения не имеют. – Нет, есть разница без прибора и с прибором. – Никакой разницы нет. – Как же нет? Ну, нет вообще прибора. – Нет вообще прибора. Просто приборы – мы можем увидеть что-то, что недоступны нашим органам чувств. Но это не означает принципиально разница. – Если органы чувствуют достаточно чувствительные, чтобы увидеть без прибора, все равно нужно было несколько человек. – Ну вот эти два, три, четыре, десять человек видят летящую ведьму. А прибор не видят. – Значит прибор неправильный. – Нет, а тогда вот про летящую ведьму интересно. Весит, по-моему, насколько я понимаю, психиатрия появилась только с момента, ну, вместе с модерном. То есть как раз по поводу разногласий относительно видимого. Если… – Да, никому не пришло бы в голову, что еще что-то видео рассказал, что он псих, да? – Видел и видел. – Да, видел и видел. И мало того, там… – А это не существовали инквизиции там вообще? – Ну да. – Ну да. – То есть… – Вот носители более широкой онтологии времен Средневековья, там они вполне соглашались с тем, что ведьма Ильиша и есть, вот. И они могли одновременно их наблюдать. Вот. Поэтому не стоит ли подумать о том, что они действительно есть, а то, что мы их не видим – это всего лишь наша иллюзия. Вот. Ну, явно, что там же эти бестиарии были, да, вот, в Средние века, где всякие бестии описывались. И люди в массе своей соглашались с тем, что ведьмы есть. – Ну да, понятно. – Ну а сейчас это то же самое. – Ведьмы, Чертинами… – То же самое. Сейчас вообще нераселены инопланетянами. Больше, чем тогда было населено Библией Чертинами. – Ну, тем не менее, вот как только была сужена онтология, так сразу появилась психиатрия еще, помимо альпинизма. – Ну, надо посмотреть. – Ну, во времена там, в библейские времена там, как это, как назывались ему решенные, ну, Машарновых там, одержимые, да, еще как-то. Вот, какие у них были проявления клинические, ну, в кавычках, патологии психической. Вот, не исключено, что только эпилептики. Вот, а человек, который несет бред или описывает свои галлюцинации… – Сужение антологии приводит к появлению нового развития науки. – Психиатрия. – Да, психиатрия. – Так не сужение, не сужение. Сужение – некрасивый термин. Другая принципиальная онтология. – Не другая. То есть порадившая и науку, и психиатрию. – Не надо и антрию, и альпинизма, и обогащение, как… – Ну, обогащение, не знаю. – Как накопление вещей протяженных. – Ну, надо вот такая вот действительно антология. То есть и русалки остаются на своем месте, самое важное. Просто важным в них стало то, что они являются вещью протяженными. – А так они были важными… – Или стали быть вещью протяженными. – И еще, конечно, стоит подумать об искусстве. То есть наука – это вглубь пространство, а искусство тоже, по сути, возникло как таковое, вот как творчество. Не как побочный продукт, религиозный или там социальный, а как самостоятельная человеческая экспансия. Индивидуальная. Она возникла тоже с этой антологией. – Вот, Влад, по поводу искусства еще, в твою сторону плюсик. Смотри, ведь если когда появилась вещь мыслящая, может быть, у нас стала очень интересная такая вещь с искусством. Стала важна личность творца. – Да? – Ну, иконы анонимны, да. – Да, икона принципиально анонимна. Раньше, если ты делал копию Рембранта, хотя никто ее не мог отличить от Рембранта непосредственно, то она оказывалась ровно таким же произведением искусства, как и оригинал. Не было представления об оригинале. А тут копии ломаются за то, чтобы показать, что вот, моя-то картина, она настоящая. И я на самом деле, если я художник, я на самом деле ее написал. И борьба с подделками возникает. Раньше проблем подделки не могло быть вообще, в принципе. Список икон, попрошу принять одну секунду. Список икон также свят, если хороший список икон, как сама икона. – Экспансия на пространство людей. То есть, раньше творчество, оно как бы не подразумевало экспансию на массы. То есть, я вот сделал, икону повесил, или я что-то такое сделал – это само по себе ценно. А в искусстве, в массовом искусстве, то есть, я должен перед залом выступить, я должен показать это всем, книги должны печататься, распространяться. То есть, это некая экспансия и именно в пространстве масс. Ну тоже пространственная экспансия. Заказчиком Леонардо была патальоническая сверка. Экспансия и ужеIP бывает непространсированная, в счет той постоянной экспансии то пространственные. То пространство и экспансия – это как бы слова, которые в рядуお мно всегда стоят, никаких других экспансий, как пространство… …пространство-пространство… а не пространство геометрическое. Бессмысленно говорить, что когда я играю мелодию, что это экспансия пространственно-геометрическая, это экспансия на тех, кто и слушает, на то количество людей, которые слушают. В монастыре монахи же осуществляют экспансию, но где? В область духа. Экспансия – это слово расширение. Куда они расширяются? Они поднимаются, растут над собой, восходят над сущими… Не знаю, по-моему, «Слава Боге». Растут над собой и не очень хорошо. Ну да, это из фильмов советских. Чем занимаешься – растут над собой. Ну что, до сих пор. Спасибо. Спасибо.